Дай почитать. Стихи Исаковского, написанные столетия спустя. Или Пьер Безухов будет пробираться в дом Ростовых через свинарник. Или опять напишут о русских, что все они мазохисты, потому что живут по принципу, сначала думая о родине, а потом и себе, и что если будет Россия, значит буду и я. Скажу честно, с большим интересом ожидала книгу известного британского прозаика, лауреата Букеровской премии Джулиана Барнса «Шум времени». Эта книга вышла в 2016 году, как раз к 110-летию со дня рождения композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. На Западе, говорят, книга стала в одночасье популярной по нескольким причинам. Во-первых, это билетаризованная биография одного из самых выдающихся советских композиторов. Во-вторых, это чудесный способ порассуждать о красном терроре, о жуткой жизни в СССР, о тиране Сталине и его халуях, о зверствах НКВД и об искусстве. Цитирую. В СССР были композиторы двух сортов – либо живые, запуганные, либо мертвые. Безусловным достоинством книги является то, что Барнс знает русский язык, хорошо разбирается в русской литературе и музыку Шостаковича любит почти 50 лет. Он, разумеется, хотел написать русский роман, и местами ему это даже удается. Но в целом получился хороший английский билетаризованный роман о Дмитрии Шостаковиче, в котором три части, как три периода жизни композитора с интервалом в 12 лет – 1936, 1948-1949 и 1960. Первая часть – на лестничной площадке у лифта, где Шостакович каждую ночь ожидает ареста. Вторая часть – в самолете, он летит из Нью-Йорка. И третья часть – в автомобиле, где он размышляет о гении злодействия, о первой любви, о смерти жены, а главное – о музыке. Что можно противопоставить шуму времени? Только ту музыку, которая у нас внутри, музыку нашего бытия, которая у некоторых преобразуется в настоящую музыку, которая при условии, что она сильна, подлинна и чиста, десятилетия спустя преобразуется в шепот истории. Понятно, что название книги «Шум времени» отсылает нас к работе Мандельштама о музыке, а она, в свою очередь, к музыке времени Блока. Барнс, безусловно, глубоко проник в суть русской культуры. Куда глубже, чем в суть русской истории и суть русского человека. К сожалению. До новых встреч. Дай почитать.